Да лыж еще далеко, а палки уже в руках у школьников. Правда, для скандинавской ходьбы. Уникальный и необычный урок физкультуры для восьмых классов Орудьевской школы. Полезный, активный вид спорта, как северная ходьба, он должен развиваться и распространяться все шире и шире. И вот сегодня мы проводим мастер-класс по этому виду физической активности с учениками Орудьевской школы. Это прекрасная физическая активность, которая подходит и для семейного отдыха, для семейного времяпрепровождения, для прогулок, для тренировок. Скандинавская ходьба подойдет каждому, ведь здесь попросту нет ограничений по здоровью. Это очень физиологический вид физической активности, он и подходит для детей, и поэтому, если грамотный, конечно, инструктор, грамотный преподаватель, то никаких противопоказаний здесь нет. Для первого урока по скандинавской ходьбе Ирина Иноземцева подготовила емкую программу, позволяющую показать ребятам как можно больше за 45 минут. В плане занятий ознакомить детей, что это такое, какие особенности этого вида физической активности, ну и, естественно, попробовать пройти с палками. Тренировки по скандинавской ходьбе практикуются в одной из лучших гимназий России. Опыт положительный. Пробное занятие в Орудьевской школе – там подтверждение. Это у меня первый опыт скандинавской ходьбы, мне очень нравится, она помогает, она мне уже помогла, у меня были проблемы со спиной, и в целом мне стало чуть легче. Только на первый взгляд кажется, что северная ходьба – это совершенно простой вид спорта. На самом деле работает все тело, которое постоянно нужно контролировать. Надо держать всегда осанку, и при этом надо всегда ходить правильно, и все. Только один уникальный урок физкультуры вызвал у школьников множество эмоций. Ребята были бы не против такого вида нагрузки. Это многим будет нравиться, так как это сильно помогает, и многие это понимают. Я думаю, что было бы нормально, и как раз ходьба – это жизнь. В будущем планируются мастер-классы по северной ходьбе для родителей и педагогов образовательного учреждения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова